Я не стану говорить о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы им поможем. Какое вам дело? Вам какое дело? Какое дело? Какое дело? Какое дело? Какое дело? Мы видим кадры, снятые камерой уличного наблюдения от 10 декабря 2020 года. На них неизвестные люди небольшими группами проходят к пожарному выходу Дворца культуры совхоза имени Ленина. На видео с камеры актового зала видно, как этих людей впускают внутрь, и они целенаправленно проходят в помещение. С другой камеры видно, как Холли неизвестные сталкиваются с ЧОПом, охраняющим Дом культуры. Они не собираются покидать здание и рассаживаются за столиками. Им навстречу выходит новый директор ДК Жуков. В то же самое время к Дому культуры совершенно один направляется директор предприятия совхоза имени Ленина Грудинин Павел Николаевич, который является собственником помещения. Он входит внутрь. Далее мы видим, что в ДК направляется адвокат, который, как позже выяснилось, имеет доверенность от Рота Агра. Мы видим адвоката, вошедшего в здание, Павла Николаевича и неизвестного в бейсболке. Обратите внимание, он подходит к адвокату. Этих двух стоящих рядом я советую вам запомнить. В тот же самый момент со стороны Бургер Кинга, тем же маршрутом, что пришел адвокат, прибыла организованная группа молодых людей. Все они одеты в спортивные штаны, спортивную обувь, несмотря на довольно сильный холод. Лица их скрыты под масками. Эпидемия коронавируса – хороший повод, чтобы спрятать лицо. Они пытаются пройти в Дом культуры для усиления позиций захватчиков. Им перекрывают дорогу сотрудники ЧОП Калаврата. На камере из актового зала мы видим еще четырех парней и открытую дверь пожарного ухода. Очевидно, они чего-то ждут. Продолжение следует... Там сейчас директора здравительного центра, директора МБУКа. И те, и те предъявили документы. У одних договор охраны с ЧОП Калавратом. У других заключили договор охраны от лица акционеров Рота Агро, чтобы охранять муниципальные имущества. Продолжение следует... Смирнов, Роман Геннадьевич, адвокат, балкад адвокатов. Где работаете? А вы сказали, Рота Агро работаете? Я подарил гостинице, Рота Агро. Какой Рота Агро имеет отношение к муниципальному образованию? А какое вы имеете отношение к этому? Дадим, учреждение, у нас есть отношение. Это ваша проблема. Дайте, найдите. Доверие, здесь не на 9-го, не как я, 20-го года. То есть вот только что. Андрей, приехал. Это не частная территория. Вы путаете частную территорию с территорией, которая находится под спором судей. У вас законодоснования отставить? В суд, пожалуйста, идите в суд. Обожаете я вам? Да. Придите, пожалуйста, в ответственности. Вы на незаконном суде? Я? Да, конечно. Господин майор, писайте, пожалуйста. Ну, товарищ майор. Люди, наверное, проходят на улице. Это сотрудники. Я, Червяков Александр Викторович. Червяков Александр Викторович. В позвольте вас есть. Итак, давайте разберемся, кто же захватил Дом культуры и удерживает его в осаде. Как мы уже слышали, один из захватчиков представился как Червяков Александр Викторович. Заходим на сайт «За честный бизнес» и видим, что Червяков руководили сразу нескольких предприятий. Некоторые довольно знакомые, например, колхоз имени Владимира Ильича в горках Ленинских. Все эти предприятия были ликвидированы. Имеющий прямое отношение к этим ликвидациям Червяков теперь хочет наложить лапы и на наш совхоз. Нетрудно догадаться для чего. Теперь давайте посмотрим, кто же такой адвокат Смирнов. На просторах интернет в свободном доступе можно найти его резюме. Итак, член научно-экспертного совета ЦИК Российской Федерации. Член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента. Далее вы можете прочитать сами. Обращу только ваше внимание на то, что в 2018 году он был награден благодарственным письмом президента РФ Владимира Путина. За активное участие в подготовке и проведении выборов президента РФ. Вот теперь все понятно. У кого-то еще остались сомнения в том, что это политически мотивированный отъем собственности у экс-кандидатов президента РФ 2018 года Павла Грудинина? У нас? Нет. Теперь мы окончательно убедились. Заботой о детях здесь и не пахнет. Но в изобретательности рейдерам не откажешь. Так и хочется завершить сюжет цитатой из фильма, который давно стал классикой. Дети вас не забудут. А дне следующего заседания будет объявлено особо. И напоследок. Поскольку сам Смирнов указал свой номер телефона, Павел Николаевич решил ему позвонить и узнать, что зачоп или сервис, которого нет в реестре, взял его на работу. Послушайте, что ответил наш герой. А мы прощаемся с вами. До новых встреч. Следите за развитием событий и не падайте духом. Победа будет за нами. Слушаю. Роман Геннадьевич. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы вот в ЧОПе Элит-сервис работаете? Добрый день. А с кем я разговариваю? Ну вы же меня хорошо знаете. Моя фамилия Грудинин. Некто Жуков, директор Дворца Центра культуры, предоставил список сотрудников ЧОПа Элит-сервис. Тут написано, что вы работаете в ЧОПе Элит-сервис. Я проверяю информацию. Вы работаете в ЧОПе Элит-сервис? Павел Николаевич, ну интересный такой вопрос. Ну ответьте, потому что списки-то есть. Может он просто взял и вас записал несуществующий какой-нибудь ЧОП или наоборот. Вы там никогда не работали. Мы же должны понять. Ну вы знаете, я сходу не готов на этот вопрос ответить. То есть забыли. А в Рота Агроадвокатом вы оформлены как на... Нет, почему же забыл? Ну как, если вы написали заявление о устройстве в Элит-сервис, вы должны об этом помнить. Вот, Владимир Николаевич, вы такие вопросы задаетесь. Понятно. Интересные. Затрудились. А Рота Агроадвокатом мне предъявляли, она действующая? Да, конечно, действующая. А вот на Единую Россию вы работали на выборах в 17-м году, когда представляли интересы в судах. Там вам эту работу оплачивали? Павел Николаевич, а вот откуда вы мой телефончик-то достали? Нарушили закон о персональных данных? Нет, в этом свободном доступе в интернете лежит. О том, что вы член научно-исследовательного совета ЦИК. А что вы наглаждены на благорестное письмо. Вы сами распространили эту информацию. На трех листах эта информация в свободном доступе. Тут никаких проблем нет. И, кстати, указано, что вы женаты, у вас двое детей, и ваш электронный адрес. Все это в интернете совершенно спокойно вы можете обнаружить. Поэтому это не я, это вы сами распространили эту информацию. Ваши деловые качества, опыт руководящей работы, управление коллективами, то, что вы в Хакасии 4 тура прошли, все написано. Очень приятно, что вы интересуетесь. Не, я не интересуюсь, я просто всякую мразь пытаюсь найти, которая ходила там, рассказывала о том, что она в ЧОПе, а оказалось, что ЧОП этот не существует. Вы знаете об этом, да? Нет, не в КОПе. Нет, ну вот возьмите и поймите, что вы оказались сотрудником несуществующего ЧОПа. Значит, незаконно проникли на территорию охраняемого объекта. Значит, представляли там интересы непонятной организации Рота Агра, показывали недоверенность. Так это было, да? Удостоверение адвоката, одновременно с этим. А? Как? Вы что, не были там? На видео же есть все. Вы же показывали мне удостоверение, доверенность. Что вы? Не надо, Жанн Георгиевич, давайте так честно. Ну, все, все, все. Я понял. Элит-сервис вы работаете. В Рота Агра вы работаете. Значит, пиарщиком вы работаете. В администрации президента о вас очень хорошо знают, потому что благодарности просто так не задают. Все, я спасибо вам большое за информацию. Я вот ничего не понимаю. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Мы с вами находимся. Да? Пожалуйста. Учение субботник, вы должны знать. Девушки отдыхают. А я положу через огонь. А? Дыхающие семена. Что? Отдыхающие семена. А где надо? Не, не, а если они находятся здесь, они находятся рядом. Нет, они сегодня на фигуру. Кто это такие? Откуда? Зови вы сюда, пожалуйста. Ну, кто это? Кто это такие? Ну, он перечислил. Согласен. Список сотрудников МИБУК, Центр культуры, поселка Совхоза имени Ленина. Дополнительный список сотрудников МИБУК, поселка и ЧОП, и МИКСЕРС.